Гарольд Робинс В нем Марис запустил мяч в направлении дальнего угла бейсбольного поля, и когда телекамеры показывали, как он бежит от одной базы к другой, можно было мельком увидеть выражение лиц игроков Рэдс из Цинценати, и сразу становилось ясно, что хотя осталось еще четыре игры, чемпионат уже практически закончился. А ночью раздался телефонный звонок, вырвавший меня из бессонницы, когда я лежал на кровати, уставившись в серо-черный потолок, пытаясь не шевелиться и прислушиваясь к дыханию Элизабет, лежавшей на соседней кровати и притворявшейся спящей. Бесстрастным голосом оператор междугородной связи глухо произнес «Мистер Люка Кэрри, пожалуйста, вызывает Междугородная». «Слушаю», — сказал я. К этому моменту Элизабет включила свою лампу. Она сидела на кровати, и ее длинные белокурые волосы падали на обнаженные плечи. «Кто это?» — беззвучно спросила она. Я прикрыл микрофон рукой. «Не знаю, Междугородная». «Может быть, это насчет той работы в Дейтройте?» — с надеждой сказала она. «Той, о которой ты писал». В трубке раздался мужской голос. В нем был чуть слышен выговор человека, живущего на западном побережье. «Мистер Кэрри?» «Да». «Мистер Люк Кэрри?» «Да». «Совершенно верно», — сказал я. Это начинало меня слегка раздражать. «Если кто-то решил пошутить со мной, то я не собирался в этом участвовать», — говорит сержант Джо Флинн из полиции Сан-Франциско. Теперь выговор стал более заметным. «У вас есть дочь по имени Дэниэль?» Внезапный страх охватил меня. «Да, есть», — ответил я, дрогнув. «Что-нибудь случилось?» «Я полагаю, случилось», — медленно сказал он. «Она только что совершила убийство». Реакция — странная вещь. В первый момент я чуть было не рассмеялся вслух. Раньше я иногда мысленно видел ее разбитое, истекающее кровью разорванное тело, лежащее на пустынной дороге. Я прикусил язык, чтобы не произнести уже готовое сорваться. «И это все?» Вместо этого я спросил. «С ней все в порядке?» «Она в полном порядке», — вновь раздался голос сержанта. «Могу я поговорить с ней?» «Не раньше утра», — ответил он. «Она на пути в суд по делам несовершеннолетних». «Ее мать там?» — спросил я. «Может она подойти к телефону?» «Нет», — сказал сержант. «Она наверху в своей комнате, у нее истерика. По-моему, врач собирается сделать ей укол». «Там есть кто-нибудь, с кем я мог бы поговорить?» «Мистер Гордон направляется в суд по делам несовершеннолетних с вашей дочерью». «Это Харрис Гордон?» — уточнил я. «Да, адвокат. Именно он попросил меня позвонить вам». «Харрис Гордон. Адвокат. Так они его там называли. Лучший из всех и самый дорогой. Мне следовало это знать. Ведь это он представлял интересы Норы в нашем с ней деле о разводе и сделал обезьяну из моего адвоката. Я почувствовал себя немного лучше. По крайней мере, истерика у Норы была не такой уж сильной, если она обратилась к нему. В голосе полицейского появилась нотка любопытства. «Не хотите ли узнать, кого убила ваша дочь?» В его вопросе слово «убила» прозвучало как «упила». «Я все же в это не верю», — сказал я. «Дэниэль никому не могла причинить вред. Ей еще нет даже пятнадцати». «Она убила его по всем правилам», — резко произнес он. «Кого?» — спросил я. «Тони Риччо», — сказал он. «Что-то мерзкое появилось в его голосе. Друга вашей жены». «Она не жена мне», — перебил его я. «Мы в разводе одиннадцать лет». Она ударила его в живот одной из стамесок, которые ваша жена хранила в своей скульптурной мастерской. Я думаю, он даже не слышал, что я сказал. «Стамеска была острой, как бритва. Распорола его словно штыком. Все вокруг было залито кровью. Похоже, что здесь как раз тот случай, когда мужчина живет сразу и с мамой, и с дочкой. Вот малышка и приревновала его. Я почувствовал, что к горлу подступает тошнота. Я энергично сглотнул и тем самым столкнул ее обратно вниз. «Я знаю свою дочь, сержант. Не знаю, почему она его убила и убила ли она его на самом деле, но если она это сделала, то ставлю мою жизнь, что вы ошибаетесь насчет причины». «Прошло больше шести лет с тех пор, как вы виделись с нею», — настаивал он. «Дети имеют свойство меняться за шесть лет. Взрослеют?» «Не настолько, чтобы стать убийцей», — возразил я. «Только не Дэниэль». Я повесил трубку, прежде чем он успел сказать еще хоть одно слово, и повернулся к Элизабет. Она пристально смотрела на меня широко открытыми голубыми глазами. «Ты слышала?» Она кивнула, быстро встала с кровати и накинула халат. «Однако я не могу поверить в это». «Я тоже не могу», — тупо сказал я. «Она все еще ребенок, ей только четырнадцать с половиной». Элизабет взяла меня за руку. «Пошли на кухню, я приготовлю кофе». Я сидел там, будто в тумане, пока она не дала мне в руки чашку с горячим кофе. Был один из тех моментов, когда человек думает сразу обо всем, а на самом деле ни о чем. Во всяком случае, ни о чем, что запомнилось бы. Может быть, только что-то незначительное. Вроде первого посещения маленькой девочкой зоопарка, или смеха, вызванного брызгами морской воды в Ладжоле, и тихого голоса ребенка. «Так весело жить на лодке, папа. Почему мама не может приехать сюда и быть с тобой на лодке, вместо того, чтобы жить в большом старом доме на вершине холма в Сан-Франциско?» Я внутренне улыбнулся, вспомнив, как Дэниэль произносила Сан-Франциско. «Сан-Фуанциско». Это обычно раздражало Нору. Нора всегда говорила очень правильно. Нора всегда все делала правильно. Все, что могли видеть люди. Она была леди для посторонних. Нора Маргарет Цесилия Хейден. В ее жилах текла кровь гордых испанских донов из Старой Калифорнии, кровь горячих ирландцев, проложивших железную колею на западное побережье, и кровь, обладавших ледяным спокойствием банкиров из Новой Англии. Смешайте их всех вместе, и вы получите леди, обладающую богатством, властью и землей. Равно, как и необыкновенным диким талантам, который вознес ее высоко над всеми остальными. Ибо чего бы нора ни касалось, камня, металла или дерева, все это обретало свою форму и начинало жить своей жизнью. И все, что имело свою форму и жило своей жизнью, она уничтожала своим прикосновением. Я знал это, потому что я знал, что она сделала со мной. Пей свой кофе, пока он горячий. Я поднял глаза. Элизабет спокойно смотрела на меня. Я сделал несколько глотков и почувствовал, как тепло вытесняет холод, охвативший меня изнутри. — Спасибо. Она села напротив. Ты был далеко от меня. Мне пришлось сделать усилия, чтобы мыслями вернуться к ней. Я думал. — А Дэниэль? Я молча кивнул, ощущая, как внутрь меня вползает чувство вины. Это было еще одно качество, которым обладала нора — способность незаметно вползать в твой мозг и овладевать твоими мыслями. — Что ты собираешься делать? — спросила Элизабет. — Я не знаю. Я не знаю, что делать. Ее голос был теплым и нежным. — Бедное дитя. Я промолчал. По крайней мере, с ней ее мать. Я горько рассмеялся. Нора никогда не была ни с кем. Только с собой. У норы истерика. Врач отключает ее на ночь. Элизабет смотрела на меня с изумлением. — Ты хочешь сказать, что Дэниэль совсем одна? — Их адвокат отправился вместе с ней в суд по делам несовершеннолетних, — сказал я. Элизабет посмотрела на меня еще один миг, потом встала и прошла к шкафу. Она взяла еще одну чашку и сняла ложку с сушилки для посуды рядом с раковиной. Ее рука дрожала. Ложка упала на покрытый линолеумом пол и звякнула. Элизабет начала было ее поднимать, но остановилась. — Черт! — она выругалась. — Я чувствую себя такой неловкой. Я поднял ложку с пола, в то время как она взяла другую. Она налила в свою чашку кофе и села. — Черт! Ну и выбрала я время, чтобы забеременеть. Я улыбнулся ей. — Не ты одна виновата. Я тоже имел к этому некоторое отношение. Ее глаза неотрывно смотрели в мои. — Я чувствую себя такой глупой и бесполезной, словно застывшая глыба, особенно сейчас. — Не говори глупостей. — Я не говорю никаких глупостей, — мягко возразила она. — Ты не хотел этого ребенка. Я хотела его. — Сейчас ты говоришь именно глупости. — У тебя была дочь, — продолжала она. — Тебе этого хватало. — Я тоже захотела дать тебе ребенка. Наверное, я ревновала тебя к ней. Я должна была доказать, что по меньшей мере в одном я так же хороша, как и Нора. Я обошел вокруг стола и сел рядом с Элизабет. Она по-прежнему смотрела на меня. Я взял ее лицо в свои ладони. — Ты не должна ничего доказывать. Я люблю тебя. Ее глаза продолжали неотрывно смотреть в мои. — Я видела выражение твоего лица, когда ты говорил о Дэниэль. — Ты скучал по ней. — Я думала, что если у нас будет ребенок, ты не будешь так сильно скучать по ней. Внезапно ее глаза наполнились слезами. Она схватила мою руку и приложила к своему круглому твердому животу. — Ты будешь любить наше дитя, не правда ли, Люк, так же сильно, как ты любишь Дэниэль? Я наклонился и прижался лицом к ее животу, в котором была новая жизнь. — Ты знаешь, что буду, — сказал я. — Я уже сейчас люблю ее. — Может быть, это будет мальчик? — Не имеет значения, — прошептал я. — Я люблю вас обоих. Ее руки подняли мою голову. Она крепко прижала меня к себе. — Ты должен ехать туда. Я освободился от ее рук. — Ты что, в своем уме? Ехать туда, когда через две недели тебе надо ложиться в больницу? — Я справлюсь одна, — спокойно произнесла Элизабет. — А как быть с деньгами? Сегодня утром я потерял работу. Ты не забыл об этом? — У нас почти четыре сотни в банке, — сказала она. — И у тебя в кармане лежит чек за последнюю неделю твоей работы. — Сто шестьдесят долларов. На эти деньги мы должны будем жить. Могут пройти недели, прежде чем я получу новую работу. — С самолетом из Чикаго до Сан-Франциско можно долететь всего за три с половиной часа, — продолжала она. — И вся поездка в туристическом классе туда и обратно стоит меньше ста пятидесяти долларов. — Я не сделаю этого. — Я не могу. — Нам нужны эти деньги, чтобы уплатить за больницу. — Я приняла решение, — сказала она. — Ты едешь. Я знаю, что именно этого я бы желала, если бы Дэниэль была нашим ребенком. Она протянула руку к настенному телефону. — Иди наверх и уложи вещи, пока я звоню в аэропорт. И одень свой темно-серый фланелевый костюм. Это единственный приличный костюм, который у тебя есть. Я стоял, уставившись на разложенной на кровати открытый чемодан, когда в спальню вошла Элизабет. — Самолет вылетает из аэропорта Ахара в 2.30, — сообщила она. — Он делает одну посадку и доставит тебя в Сан-Франциско в 4 утра по местному времени. Я просто стоял и смотрел на небольшой парусиновый чемодан. Я словно онемел. Новости все еще доходили до моего сознания. — Пойди, быстро прими душ, — сказала она. — Я уложу вещи. Я посмотрел на Элизабет с благодарностью. Ей никогда не нужно было ничего говорить. Каким-то образом она все знала сама. Я пошел в ванную. Там я взглянул на свое отражение в зеркале. Под глазами были темные круги, а сами глаза глубоко ввалились. Я протянул руку за бритвой. Рука все еще дрожала. Все вокруг было залито кровью. Слова сержанта взорвались в моем мозгу. К черту бритье! Я мог сделать это и утром. Я встал под душ и повернул кран до отказа. Когда я вышел из ванной, чемодан был уже уложен и закрыт. Я пошел к шкафу. Я положила твой костюм в чемодан, — сказала Элизабет. В самолет одень свободные брюки и спортивный пиджак. Мять костюм нет никакой нужды. Хорошо, — согласился я. Только я успел завязать галстук, как зазвонил телефон. Элизабет сняла трубку. — Тебя, — сказала она, протягивая трубку мне. — Хэллоу. Мне не надо было говорить, кто был на другом конце линии. Я узнал бы этот спокойный голос всегда и везде. Голос моей бывшей тещи. Как обычно, она не тратила время на формальности. — Мистер Гордон, наш адвокат, считает, что было бы хорошо, если бы ты приехал сюда. — Как Дэниэль? — С ней все хорошо, — сказала старая леди. — Я позволила себе зарезервировать номер люкс для тебя и твоей жены в отеле «Марк Хопкинс». Когда вы возьмете билеты в аэропорту, телеграфируйте номер рейса, и я отправлю машину к вашему прибытию. — Нет, спасибо. — Сейчас не время быть гордым, — раздраженно заметила она. — Я знаю твое финансовое положение, но мне кажется, что благополучие твоей дочери имеет более важное значение. Благополучие Дэни всегда было более важным. — Тогда почему ты не приезжаешь? — Я не сказал, что не приезжаю. Я всего лишь сказал «нет» в ответ на ваше предложение. Я могу платить за себя сам. — Все такое же, не так ли? — спросила она. — Изменишься ли ты когда-нибудь? — А вы? — ответил я колкостью на колкость. На секунду возникла пауза, а затем я снова услышал ее голос, чуть более холодный, чуть более ясный. — Мистер Гордон хочет поговорить с тобой. Его голос был богатым по звучанию и теплым. Он мог обмануть вас, если вы не знали того, кому он принадлежал. За этим дружеским тоном скрывался ум, работающий как стальной капкан. — Как поживаете, полковник Кэрри? Прошло столько лет. — Да, — сказал я. Со дня разбирательства в суде дела о разводе прошло одиннадцать лет. Но мне незачем было напоминать ему об этом. Он, вероятно, помнил время до минуты. — Как Дэнни? — Превосходно, полковник Кэрри, — произнес он ободряющим тоном. Когда судья увидел, в каком шоке находится бедное дитя, он передал ее под мою опеку. Она наверху, здесь, в доме у своей бабушки, спит. Врач дал ей успокоительное. Можно любить Гордона или нет, но в эту минуту я был рад, что он на нашей стороне. — Ее необходимо доставить в суд по делам несовершеннолетних в десять часов завтра утром, — сказал он. — Я думаю, было бы хорошо, если бы вы были здесь, чтобы сопроводить Дэнниэль. — Я буду там. — Отлично. Сможете ли вы присоединиться к нам завтра в семь часов? Есть ряд вопросов, которые мы должны обсудить, и о которых я бы не хотел упоминать по телефону. — Хорошо, — сказал я. — В семь за завтраком. Затем в трубке вновь раздался голос миссис Хейден. Мне показалось, что старая леди прилагает усилия, чтобы говорить дружеским тоном. — Я с нетерпением ожидаю встречи с твоей женой, Люк. — Она не едет. Я услышал удивление в ее голосе. — Почему нет? — Потому что она должна вот-вот родить. Может быть, сегодня. После этого нам больше не о чем было говорить. Поэтому мы сказали друг другу до свидания. Но не успел я положить трубку, как телефон зазвонил снова. Это вновь был Харрис Гордон. — Всего лишь еще одна вещь, мистер Кэрри. Пожалуйста, не разговаривайте с репортерами. — Важно, чтобы вы не делали никаких заявлений, пока мы не поговорим. — Я понимаю, мистер Гордон, — сказал я и повесил трубку. Элизабет направилась в ванную. — Я переоденусь, и мы поедем на машине в аэропорт. Я посмотрел на нее вопросительно. — Ты думаешь, тебе надо? Я могу вызвать такси? — Не говори глупости, — она рассмеялась. — Что бы ты ни толковал старой леди... Я люблю ездить на машине ночью. Мир как бы застывает в лучах автомобильных фар. Ты не можешь видеть, куда едешь, поэтому возникает ощущение безопасности, отсутствие угрозы, по крайней мере, на дальность цвета фар. А это все же лучше, чем неопределенность. Я увидел, что стрелка спидометра достигла отметки 50 миль и сбросил скорость до 40. Спешить не было необходимости. Еще даже не наступила полночь. Однако мы с Элизабет чувствовали, что не можем просто сидеть дома и ждать. Там в аэропорту будет движение, там будут люди. Нам будет казаться, что мы что-то делаем, даже если на самом деле делать будет нечего. Уголком глаза я увидел, как зажглась спичка и на мгновение осветило лицо Элизабет. Затем она протянула руку и дала мне прикуренную сигарету. Я глубоко затянулся. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — ответил я. «Хочешь поговорить об этом?» «О чем тут говорить? Дэнни в беде, и я еду туда». «Ты говоришь это так, как будто ты ожидал этого». Я взглянул на нее с удивлением. Иногда она бывала слишком хороша. Она копнула прямо в мое нутро и выхватила оттуда мысли, в которых я бы не признался даже самому себе. «Я не ожидал этого», — резко сказал я. Конец ее сигареты ярко засветился. «А чего ты ожидал?» «Я не знаю». «Но я и сейчас не сказал ей всей правды. Я знал, чего я ожидал. Я ожидал, что однажды Дэниэль позвонит мне по телефону и скажет, что она хочет быть со мной, а не со своей матерью». Однако одиннадцатилетняя разлука истончила эту мечту. «Как ты считаешь, было что-нибудь в том, на что намекал полицейский?» «Я не думаю», — сказал я и чуть помедлив добавил. «Я совершенно уверен, что в действительности ничего подобного не было. Если бы это было, Нора убила бы его. Нора не стала бы ни с кем делить то, что она считала своим». Элизабет промолчала, и я вновь окунулся в свои мысли. «В этом была вся Нора. Единственное, что имело для нее важное значение, это удержание того, что она желала сохранить. Я вспомнил тот последний день в суде. К тому моменту все было решено. Она получила развод. Я был разорен, разбит и мог с трудом содержать себя, в то время как она получила все на свете, все, что хотела. Единственным оставшимся вопросом была опека над Дэниэль». Для решения этого вопроса мы направились в судейскую комнату. Предполагалось, что это будет простая формальность. Мы уже договорились о том, что Дэни будет проводить со мной на катере в Ладжоле двенадцать уикендов в году и половину лета. Я сидел на стуле напротив судьи, пока мой адвокат разъяснял достигнутое соглашение. Судья кивнул и повернулся к Харрису Гордону. «Соглашение представляется мне равноправным, мистер Гордон». Я вспомнил, что именно тогда Дэниэль, которая играла с мячом в дальнем конце комнаты, неожиданно повернулась и крикнула, «Лови, папочка». Мяч покатился по полу, и когда я опустился на колено, чтобы поднять его, то услышал ответ Харриса Гордона. «Ни в коем случае, Ваша честь». Я уставился на него, не веря тому, что услышал, и продолжая держать мяч в руке. Ведь мы обо всем этом договорились только вчера. Я перевел взгляд на Нору. Казалось, что ее лилово-голубые глаза смотрят прямо сквозь меня. Я покатил мяч назад к Дэни. Харрис Гордон продолжал. «Мой клиент утверждает, что полковник Кэрри не имеет родительских прав». «Что вы имеете в виду?» заорал я, выпрямившись. «Я ее отец». Темные глаза Гордона были непроницаемы. «Вам никогда не казалось странным, что ребенок родился спустя всего семь месяцев после вашего возвращения из Японии?» Я с трудом сдержался. И миссис Кэрри, и ее врач уверяли меня, что Дэни родилась преждевременно. «Для взрослого мужчины вы были весьма наивный полковник Кэрри». Гордон вновь повернулся к судья. «Миссис Кэрри желает сообщить суду, что ребенок по имени Дэниэль был зачат примерно за шесть-семь недель до возвращения полковника Кэрри со службы. С учетом этого обстоятельства, которое, как она убеждена, полковник Кэрри сам признавал в течение длительного времени, она просит предоставить ей исключительное право на опеку над ее дочерью». Я резко повернулся к своему адвокату. «И ты собираешься позволить им безнаказанно удрать с добычей?» Мой адвокат подался вперед к судье. «Я ужасно шокирован этой акцией со стороны мистера Гордона», заявил он. «Ваша честь должны отдавать себе отчет в том, что это противоречит соглашению, которого мы достигли с ним вчера. Потому, как заговорил судья, я понял, что он также был шокирован, хотя его речь и была нарочито беспристрастной. «Мне жаль, адвокат, но вы должны понимать, что суд не может приводить в исполнение соглашения, которое достигнуто без участия и более того в отсутствии этого суда». В конце концов я вышел из себя. «К черту тогда это соглашение!» закричал я. «Мы вернемся назад и начнем драться по каждому пункту снова». Мой адвокат схватил меня за руку и посмотрел на судью. «Могу я сказать несколько слов моему клиенту, ваша честь?» Судья кивнул, и мы отошли к окну. Мы стояли там спиной ко всем остальным и смотрели на улицу. «Ты знаешь, что это будет означать?» прошептал он. «Ты публично признаешь, что твоя жена наставляла тебе рога, когда ты был за морем». «Ну и что?» «Весь город знает, что она давала всем подряд в Сан-Франциско, начиная от Чайна-тауна и кончая военным городком». «Прекрати думать только о себе, Люк, подумай о своей дочери. Чем это обернется для нее, если все выйдет наружу?» Ярлыком ублюдок, который навесит на нее ее же собственная мать. Я уставился на него. «Она не осмелится». «Она уже сделала это». Его довод был неопровержим. Я промолчал. Затем с другого конца комнаты до меня донесся тихий голос. «Лови, папочка». Почти автоматически я снова нагнулся, чтобы поймать мяч. Дэниэль стремительно перебежала через комнату и бросилась ко мне на руки. Я поднял ее. Она смеялась. Ее темные глаза сияли. Неожиданно у меня возникло желание крепко прижать ее к своей груди. Нора лгала. Она должна была лгать, как бы то ни было. В душе я знал, что Дэни – моя дочь. Я бросил взгляд на другую сторону комнаты. На судью, его секретаря, Харриса Гордона, Нору. Все они наблюдали за нами. Все, за исключением Норы. Она пристально смотрела куда-то поверх моей головы. Я вглядывался в маленькое смеющееся личико, находившееся прямо перед моим лицом, и чувствовал, как во мне растет болезненное ощущение того, что я терплю поражение. Мой адвокат был прав. Я не мог сделать этого. Я не мог идти на риск, причинить уряд моему собственному ребенку. Что мы можем сделать? – прошептал я. Я видел сочувствие в глазах моего адвоката. Разреши мне поговорить с судьей. Я остался стоять на месте, продолжая держать Дэниэль на руках, а он направился к судейскому столу. Через несколько минут он вернулся ко мне. Ты можешь проводить с ней четыре уикенда в год, и два часа днем каждое воскресенье, когда ты будешь приезжать в Сан-Франциско. Согласен на это? У меня есть выбор? – горько спросил я. Он почти незаметно покачал головой. Хорошо, – сказал я. Боже, как же она должна ненавидеть меня! Безошибочным подсознанием ребенка Дэниэль поняла, о чем я говорю. О нет, она тебя не ненавидит, папочка! – быстро заговорила она. Мамочка тебя любит, она любит нас обоих. Она сказала мне об этом. Я посмотрел вниз на ее маленькое личико. Ее глаза светились искренностью и огромным желанием быть уверенной в том, что сказанная ею правда. Я моргнул, чтобы сдержать быстро набежавшие соленые слезы. Конечно, дорогая, – ободряюще произнес я. К нам подошла Нора. Пойдем с мамочкой, дорогая, – позвала она. Пора идти домой. Дэниэль посмотрела на нее, потом перевела взгляд на меня. Я кивнул, когда Нора протянула к ней руки. И тут Нора через голову девочки впервые посмотрела на меня. В ее глазах было торжество, смешанное с любопытством. Точно такое же торжество я видел, когда она заканчивала работу над скульптурой. Это было нечто, над чем она билась, чтобы придать ему нужную форму. Внезапно я понял, что для Норы значило Дэниэль. Она была не ребенком, а лишь чем-то, что Нора сотворила. Нора опустила Дэниэль на пол, и, взявшись за руки, они пошли к двери. Когда Нора открыла ее, Дэниэль оглянулась на меня. «Ты тоже идешь домой, папочка?» спросила она. Я покачал головой. Ослепившие меня слезы мешали говорить, но я все-таки произнес. «Нет, дорогая, папочка должен остаться здесь, чтобы побеседовать с хорошими людьми. Увидимся позже». «Хорошо. До свидания, папочка». Дверь за ними закрылась. Я оставался там ровно столько, сколько понадобилось, чтобы подписать необходимые бумаги. Затем поездом добрался до Ладжолы, поднялся на катер и напился. Прошла целая неделя, прежде чем я достаточно протрезвел, чтобы начать сдавать свой катер в наем по чартеру. Я заплатил за билет. Сдал чемодан в багаж, и мы пошли в коктейль-бар. Несмотря на поздний час, там было людно. Мы сели за маленький столик, и я заказал два Манхэттена. Я сделал глоток. Коктейль был хорош, холодный и не слишком сладкий. Я взглянул на Элизабет. На ее лице появились признаки усталости. — С тобой все в порядке? — спросил я. — Я не должен был позволять тебе проделать весь этот путь сюда. Она подняла свой стакан и отпила немного коктейля. — Я чувствую себя нормально, — сказала она. Ее лицо вновь слегка порозовело. — Может быть, немного нервничаю, но и только. — Нервничать совершенно не из-за чего. Я нервничаю не из-за самолета, а лишь из-за тебя. Я засмеялся. — Со мной все будет в порядке. Она не улыбнулась. — Тебе придется опять увидеть ее. Тут только я понял, что ее тревожит. Нора обладала способностью как бы разрезать меня на куски, и всегда требовалось определенное время, чтобы вновь собрать эти куски в одно целое. Я находился в этом состоянии, когда впервые встретил Элизабет шесть лет тому назад. И это было через пять лет после моего развода. Это произошло в конце лета. Дэниэль было восемь лет, и я только что вернулся из Сан-Франциско, куда доставил дочь ее матери после одного из наших редких уикендов. Когда мы подъехали к дому, Дэни вбежала внутрь, а я остался снаружи, ожидая Дворецкого, который должен был забрать ее сумку. Я никогда не заходил в дом после развода. Дверь открылась, но это был не Дворецкий, это была Нора. Мгновение мы смотрели друг на друга. Ее холодные глаза ничего не выражали. — Я хочу поговорить с тобой. — О чем? — спросил я. Нора никогда не тратила время даром. Я решила, что Дэни не будет больше ездить к тебе в гости. Я почувствовал, как мои волосы встают дыбом. — Почему? — Она уже не ребенок, — сказала Нора. Она видит вещи такими, какие они есть. — Что, например? — Например, тот образ жизни, который ты ведешь на этой грязной лодке, мексиканке, который приходит к тебе, пьяной драке. Я не хочу, чтобы она была знакома с этой стороной жизни. — Ты большой мастер по части разговора. Надо полагать, что лучше так, как это делаешь ты, на чистых простынях и смартини. Ты должен знать. Мне кажется, что тебе это очень нравилось. Безумные мысли, скачущие в твоем мозгу, очарование того, что, как ты знаешь, является злом. Она знала меня, как свои пять пальцев. Я сделал усилие, чтобы погасить воспоминания. — Я поговорю со своим адвокатом об этом, — сказал я. — Давай, действуй. Если ты найдешь адвоката, который будет говорить с тобой, ты разорен и грязен. И если ты пойдешь в суд, я предъявлю заявление частного детектива о твоем образе жизни. Ты не добьешься ничего. Она повернулась и захлопнула дверь перед моим носом. Какую-то минуту я тупо смотрел на эту закрывшуюся дверь. Потом спустился по ступенькам внутреннего двора к своей старой потрепанной машине. Я добрался домой поздно вечером на следующий день и поднялся на борт катера с ящиком, наполовину заполненным бутылками с виски. Спустя два дня я проснулся от стука в дверь каюты. Я спихнул себя с койки и, шатаясь, направился к двери. Распахнув ее, я на мгновение был оглушен болью, идущей от глазных яблок по зрительным нервам в мой мозг. Я немного пришел в себя и увидел ядовито-голубое небо, жаркое солнце, белое платье и светлые, выдарившие на солнце волосы девушки, которая стояла передо мной. Ослепленный этим обилием света я закрыл глаза. Девушка заговорила, ее голос был громкий и теплый. Мне сказали в магазине рыбной приманки, что ваш катер можно нанять по чартеру. Я продолжал моргать. Находиться на ярком свету слишком тяжелое испытание для человека, перегруженного виски. «Вы капитан?» спросила она. Боль постепенно проходила. Я укратко и взглянул на нее. Ее внешность была такой же приятной, как и ее голос. Голубоглазая, загорелая, с щедрым широким ртом и хорошо очерченным подбородком. Я составляю весь экипаж. Заходите, выпейте рюмочку. Ее рука, опиравшаяся на мою, когда она спускалась по узкому трапу, была сильной и твердой. Она с любопытством оглядела каюту. Смотреть особо было не на что. Пустые бутылки из-под виски и неопрятные койки. Однако девушка ничего не сказала. «Простите меня за этот беспорядок», произнес я. «Но я пью в промежутках между чартерными рейсами». Неуловимая улыбка мелькнула в ее глазах. Так же поступал и мой отец. Я посмотрел на нее с интересом. Он сдавал свое судно в наем по чартеру? Она покачала головой. Он был капитаном буксира на эйстривер в Нью-Йорке. Он часто заглядывал в бутылку между рейсами. «Я не пью на работе», сказал я. Он тоже не пил. Он был лучшим капитаном буксира в Нью-Йорке. Я смахнул часть мусора со стола и взял два чистых стакана. Затем я достал бутылку бурбона. У меня есть вода, но нет льда. «Это хорошие виски», заметила она. «Не разбавляйте его». Я налил стаканы до половины. Она выпила виски, словно воду. «Девушка моей души». «Теперь к делу», сказала она, поставив свой стакан на стол. «Пятьдесят долларов в день. Выход в море в пять утром. Возвращение в четыре днем. Не больше четырех пассажиров». «Сколько вы возьмете за неделю?» «Мы хотим пойти в Лос-Анджелес, провести там уикенд и вернуться назад». «Мы?» переспросил я. «Сколько вас?» «Только двое. Мой шеф и я». Я посмотрел на нее. «Это единственная каюта на катере. Конечно, если придется, я могу спать и на палубе». Она рассмеялась. «Вам не придется». «Я не понимаю», сказал я. «У парня что-нибудь не в порядке?» Она вновь засмеялась. «С ним все в порядке. Ему семьдесят один год, и он обращается со мной как с дочерью». «А зачем тогда чартерный рейс?» «Он строитель из Феникса. Имел дело здесь и в Лос-Анджелесе. Поскольку долгое время он не видел ничего, кроме песка, он подумал, что было бы неплохо подышать соленым морским воздухом и, может быть, порыбачить. Много рыбы он не наловит. Сейчас не сезон. Вся рыба ушла в сторону Мексики. Ему все равно. Все дни питания на борту? За исключением уикенда. Пятьсот долларов будет не слишком много. Четыреста было бы реальнее. «По рукам», – подытожил я и встал из-за стола. «Когда вы хотите выйти в море?» «Завтра утром». «В восемь вас устраивает?» «Хотите задаток?» Я улыбнулся ей. «У вас лицо честного человека, мисс...» «Андерсон», – сказала она. «Элизабет Андерсон». Она встала. Волна от проходившего мимо судна качнула палубу у нас под ногами. Она вытянула руку, чтобы сохранить равновесие, и стала подниматься по ступенькам из каюты. Я крикнул ей вслед. «Между прочим, мисс Андерсон, какой сегодня день недели?» В ответ раздался ее смех, теплый и дружеский. «Совсем как мой отец. Это всегда был первый вопрос, который задавал отец после того, как в очередной раз прекращал пить. Сегодня среда». «Ну, конечно», – сказал я. Я смотрел, как она шла по пирсу к тому месту, где была припаркована ее машина. Она повернулась и помахала мне рукой, затем села в машину и уехала. Я вернулся в каюту и занялся уборкой. Вот как я встретил ее. Мы не были женаты еще почти целый год. «Чему ты улыбаешься?» спросила Элизабет. Я вернулся в настоящее и протянул руку через стол, положил ее на руку Элизабет. «Я думаю о том, как ты выглядела, когда мы познакомились. Белокурая богиня, отлитая из золота и слоновой кости». Она рассмеялась и опять отпила Манхэттена. «Сейчас я не очень похожа на белокурую богиню». Я знаком попросил официанта пронести еще два коктейля. «У меня еще есть время». Ее лицо внезапно стало серьезным. «Ты не жалеешь, что женился на мне, не правда ли?» Я покачал головой. «Не говори ерунды, почему я должен жалеть?» «Ты не винишь меня в том, что случилось?» «С Дэнни, я хочу сказать». «Я не виню тебя. Я ничего не мог сделать, чтобы не допустить этого. Сейчас я знаю это». «Раньше ты думал по-другому». «Я был дураком», сказал я. «Я использовал Дэнни в качестве костыля». Официант подошел к нам и поставил коктейли на стол. Время имеет свойство потянуться очень медленно, когда ты ждешь посадки в самолет. Может, это связано с возникающим у тебя ощущением, что все должно двигаться быстро, подобно самолетам, летящим со скоростью 600 миль в час. Однако твои ноги все еще на земле, и кажется, что ничего не движется, за исключением шевелящегося в тебе желания отправиться в путь, оказаться где-нибудь в другом месте. Я не чувствовал ничего подобного сегодня утром, а точнее, вчера утром. С озера дул теплый ветер, когда я вышел из своей машины у строительной площадки. Каркас последнего из этой группы домов планировалось соорудить к вечеру, и я не сомневался, что мы получим разрешение на строительство следующей группы. Я был уверен, что при такой погоде, какая установилась, мы закончим сооружение каркасов новой группы домов достаточно быстро, чтобы все внутренние работы могли быть завершены в течение зимы. Я заглянул в автоприцеп, служивший нам строительной конторой, и проверил бригадные ведомости. Все шло по графику. На этой работе я собирался оставаться до декабря. К этому времени ребенок достаточно подрастет, и можно будет поехать на юг. Дэвис начинал новую стройку непосредственно в пригороде Дейтоны, и у меня были отличные шансы получить там место супервизору по строительству. Итак, я не был архитектором, как хотела Нора. Она видела меня архитектором, имеющим офис, секретарш и заказчиков, которые приходили бы ко мне со своими надоедливыми вопросами о том, следует ли им устанавливать золотую фурнитуру на кухонных раковинах и розовые телефоны в их санузлах. Вместо этого я носил рабочие рубашки и леви, ходил целый день в грязи и строил дома стоимостью 10, 12, 15 тысяч. Не какие-то причудливые сооружения, а добротные дома, стоящие этих денег. Дома, в которых могли бы жить люди, нуждающиеся в жилье, а неприсыщенные неврастеники, затевающие строительство с единственной целью покрасоваться перед приятелями. Я чувствовал себя отлично. Я приносил пользу. Я что-то делал. Делал то, что я хотел. То, для чего я учился в колледже, в архитектурной школе. То, чем я планировал заниматься до того, как ушел на войну. Я уже собирался отправиться в свою утреннюю инспекционную поездку, когда в автоприцеп вошел Сэм Брейди, наш прораб. Я улыбнулся ему. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как они построят каркас последнего дома из этой группы. Ответной улыбки не последовало. У меня начало возникать чувство, что что-то случилось. Послушай, что произошло. Ты что, не получил денег на строительство следующей группы домов? Деньги я получил. Тогда приободрись. Мы закончим с ними до того, как выпадет первый снег. Весной следующего года ты будешь ходить с торчащими из карманов тысячедолларовыми купюрами. Дело не в этом, Люк. Мне жаль, но я вынужден отказаться от твоих услуг. Ты рехнулся, не веря своим ушам, сказал я. Кто же будет строить для тебя дома? У залогодержательной компании есть свой человек. Он посмотрел мне в глаза. Они объявили это условием сделки. Не берем их человека, не дают денег. Сэм вытащил из кармана сигарету и неловко закурил ее. Мне очень жаль, Люк. Жаль, переспросил я, в свою очередь закуривая сигарету. Все это пустые слова. Что, по-твоему, я сейчас чувствую? Тебе ничего не говорили насчет работы у Дэвиса. Я покачал головой. Ни слова. Это дело обязательно выгорит. Я молча затянулся сигаретой. Послушай, если это только вопрос времени, я могу поставить тебя в одну из бригад. Нет, спасибо. Ты и сам знаешь, что это будет большая глупость. Он кивнул. Он знал, что если я начну работать в бригаде, ни один прораб в стране потом не возьмет меня на работу в моем нынешнем качестве. Информация об этом распространяется очень быстро. Я выпустил изо рта клуб дыма и потушил окурок в пепельнице. Я закончу день и соберу вещи. Новый специалист придет сегодня днем. Я понял намек. В таком случае я уйду до ленча. Он кивнул. Затем дал мне конверт с моей зарплатой и вышел. Я секунду смотрел ему вслед, а потом начал вынимать свои вещи из старого обшарпанного стола. Я не пошел сразу домой. Вместо этого я отправился в бар, где наблюдал за тем, как Рец из Цинциннати проигрывают чемпионат. Я не стал пить виски, а налег на 15-центовое пиво. Марис запустил мяч в дальний угол бейсбольного поля как раз в тот момент, когда я вышел из туалета, который посетил уже пятый раз. На экране телевизора возникло лицо менеджера Рец, мрачно смотревшего на поле после возвращения Мариса к домашней базе. Бармен вытер стойку передо мной. «Продувалы», — сказал он, глядя через плечо на экран. «Вот кто они такие! Прирожденные продувалы! Теперь, пожалуй, они могут дальше и не играть». Я бросил мелочь на стойку и вышел из бара. Не было никакого смысла откладывать этот разговор. «Я должен был рассказать». В действительности, это оказалось легче, чем я думал. Я полагаю, она сразу все поняла, когда я рано пришел домой. Она не произнесла ни слова, когда я сообщил ей, что потерял работу. Лишь повернулась и поставила в духовку жаркое, которое она готовила. Я стоял и ждал, что она что-нибудь скажет. Я не знал, что именно, что угодно, например, что-то сердитое. Вместо этого она вела себя так, как может вести себя только женщина. «Лучше пройди в дом и умойся», сказала она. «Я уже собирался заказать еще две порции Манхэттена, когда поймал взгляд Элизабет. Я сразу переключился на кофе». Она улыбнулась. «Вот еще одна вещь, которая не должна тебя беспокоить», сказал я. «Сейчас не время тебе снова увлекаться этим. Тебе потребуются все твои мозги, чтобы помочь Дэнни. Я не представляю себе, что я смогу сделать». «Там что-то есть», задумчиво произнесла она. «Иначе Гордон не стал бы приглашать тебя туда». «Я полагаю, что это так. Место отцов в нашем обществе. Старики должны на что-нибудь годиться, даже если это что-нибудь заключается в том, чтобы изображать честного человека на телевидении». Меня охватило беспокойство. Стрелки больших настенных часов показывали час сорок пять. Я хотел двигаться. Как насчет того, чтобы пойти проветриться? Элизабет кивнула. Я взял чек и оплатил его на выходе. Мы вышли на обзорную площадку как раз в тот момент, когда большой реактивный самолет начал с ревом заходить на посадку. Я мог видеть большую двойную букву «А» на фюзеляже, когда он спустя минуту выруливал на стоянку. Над нашими головами из громкоговорителя прогремело. «Американ Эйрлайнс, рейс сорок два, прибыл из Нью-Йорка, выход номер четыре». «Это должен быть мой самолет», сказал я. Самолет был весь из себя гладкий, сиявший и большой. Четыре массивных двигателя надежно балансировали на хрупких стреловидных крыльях. Пока мы смотрели на него, люки открылись, и пассажиры стали выходить. «Впервые я начинаю чувствовать себя одинокой». Внезапно прозвучали слова Элизабет. Я повернулся к ней. Ее лицо казалось бледным, в бело-глубом свете, идущем с летного поля. Я взял ее за руку. Рука была холодной. «Я не должен уезжать». «Ты должен ехать, и ты знаешь это». Выражение ее глаз было хмурым. Вопреки желанию Норы. Одиннадцать лет назад она заявила, что у меня там нет никаких прав. «И ты этому веришь?» Я не ответил. Вместо этого я вынул сигарету и закурил. Однако Элизабет не позволила мне так легко слезть с крючка. «Ты этому веришь?» Требовательно повторила она, и в ее голосе послышалась непривычная жесткость. «Нет», — сказал я, глядя на летное поле. Из самолета выгружали багаж. Я не знаю, чем уверить. В глубине души я чувствую, что Дэнни действительно моя дочь. Но иногда мне хочется думать, что все было именно так, как говорила Нора. Тогда было бы значительно проще. «А было бы, Люк?» Мягко спросила она. «Могло бы это стереть в памяти годы, когда ты был с Дэнни, годы, когда она принадлежала тебе больше, чем кому бы то ни было другому, даже ее матери?» Я вновь почувствовал удушье, которое охватывало меня изнутри. «Отстань», — грубо сказал я. «Даже если я ее отец, что хорошего я сделал для нее?» Я не мог заботиться о ней, не мог содержать ее, я не мог даже защитить ее от ее матери. «Ты мог любить ее, и ты это делал». «Да, я любил ее», — с горечью произнес я. «Это было большой помощью. Даже сейчас я значил для Дэнни очень много. По-прежнему разоренный, с трудом сводящий концы с концами, я ощутил вкус желчи, поднимавшейся в горле. Я ни при каких обстоятельствах не должен был позволить Норре забрать ее». «А что ты мог сделать?» «Схватить ее и убежать, я не знаю, все что угодно». «Ты однажды делал такую попытку». «Я помню», — сказал я. «Я был банкротом и трусом. Я думал, что все дело в деньгах, тогда как единственным, в чем действительно нуждалась Дэнни, была любовь». Я повернулся и посмотрел на Элизабет. Нора никогда не любила ее. Я имею в виду по-настоящему. Нора занималась своей работой, и Дэнни была для нее лишь чем-то, что можно держать возле себя при условии, что оно не будет путаться под ногами. Но если возникало хоть малейшее неудобство, ее немедленно отправляли к бабушке. Или я забирал ее к себе на катер. А ты знаешь, что было самым примечательным в этой истории? Она покачала головой. «Дэнни всегда была рада видеть свою мать», — сказал я. «Она всегда старалась быть близкой к Норе. А Нора лишь погладит ее по головке и снова принимается за свою работу. Я видел, как ребенок каждый раз возвращается ко мне с печальным выражением на личике, которое светлело лишь тогда, когда она смеялась. Это было все, что я мог сделать, чтобы она не заплакала». На глаза Элизабет навернулись слезы. Я почувствовал, как она придвинулась ко мне. «Ты был ее отцом», — ласково прошептала она. «Ты не мог одновременно быть ее матерью, как бы ты ни пытался». Громкоговоритель у нас над головами опять загремел. «Самолет «Астраджет» компании «Американ Эйрлайнс» рейс 42 следует в Сан-Франциско через Денвер. Посадка производится через выход номер 4». Я потер шею. Внезапно я почувствовал усталость. «Нас зовут», — сказал я. «Думаю, ты прав, папочка». Я посмотрел на нее с удивлением. Впервые она меня так назвала. Она улыбнулась. «Тебе придется вновь привыкать к этому». «Это будет нетрудно». Мы пошли назад, в здание аэропорта. «Ты дашь мне знать, когда прибудешь на место?» «Я позвоню нам домой из Сан-Франциско. Если тебе нечего будет мне сообщить, скажи, что меня нет. Так мы сэкономим на разговоре». «Но что я могла бы тебе сообщить?» Я положил руку ей на живот. Она рассмеялась. «Я не рожу, пока ты не вернешься». «Обещаешь?» «Обещаю». К тому моменту, когда мы подошли к выходу номер 4, там уже было немного людей. Большинство пассажиров прошли в самолет. Я поцеловал Элизабет на прощание и отдал свой билет служащему, занимающемуся посадкой пассажиров. Он посмотрел на билет, поставил на него штамп, оторвал верхнюю часть и вернул билет мне. «Идите прямо до конца, мистер Кэрри». Я не вышел из самолета в Денвере, чтобы размять ноги, как предлагала стюардесса. Вместо этого я устроился поудобнее в кресле и взял чашку с кофе. Он был черный, горячий, и я ощутил, как его дымящееся тепло, вливаясь в меня, ослабляет сковывающее мои внутренности напряжение. Шесть лет. Долгое время. Много чего могло произойти за шесть лет. Ребенок мог вырасти. Девочка могла стать молодой леди. Высокие каблуки и пышные юбки. Бледная, почти бесцветная помада. Зеленые или синие тени вокруг глаз. И эти смешные, собранные в копну на макушке вьющиеся волосы, похожие на артишок, отчего она казалась выше ростом. Она выглядела бы очень взрослой, если не видеть ее лица. И только взглянув на него, можно было понять, какая она юная на самом деле. Шесть лет — это большой срок, если живешь вдали от дома. Ребенок, которого ты оставил, мог за это время вырасти и приобрести многие черты, которые ты никогда не желал в ней видеть, как у ее матери. Шесть лет. И твой ребенок дорос до убийства. Я слышал, как закрылась дверь пилотской кабины. Включилось освещение. Я потушил сигарету в пепельнице и пристегнулся к креслу. Подошедшая стюардесса одобрительно кивнула мне и пошла проверять других пассажиров. Я посмотрел на часы. Было 4.30 по чикагскому времени. Я перевел стрелки на два часа назад. Теперь они показывали 2.30 по тихоокеанскому береговому времени. Я улыбнулся своим мыслям. Это оказалось так легко, стоит только перевести часы, и ты вновь переживаешь прошедшие два часа. Я удивился, почему, если это так просто, никто не изобрел машину, которая проделывала бы это с годами. Я переставил бы стрелки на 6 лет назад, и Дэниэль не была бы там, где она оказалась сегодня ночью. Нет, я бы переставил их назад почти на 15 лет, в ту ночь, когда она родилась. Я вспомнил, как пришел в больницу в ту ночь. Часы показывали почти то же время, что и сейчас, и нору только что доставили из родильной палаты. Не задерживайтесь слишком долго, сказал врач, когда я направился в ее палату. Она очень устала. Когда я могу увидеть ребенка? Через 10 минут. Только постучите в окно комнаты медсестер. Сестра покажет вам вашего ребенка. Я шагнул назад в коридор и закрыл за собой дверь. Я хочу сначала увидеть девочку. Нора захочет знать, как она выглядит. Она рассердится, если я не смогу рассказать ей. Врач посмотрел на меня недоуменно. Затем пожал плечами. Только спустя много времени я узнал, что Нора не пожелала даже взглянуть на своего ребенка в родильной палате. Когда сестра подняла штору и показала мне мою дочь, я пошатнулся. Это крошечное, красное, сморщенное личико. Блестящие черные волосы и маленькие пальчики, сжатые всердитые маленькие кулачки. Я пошатнулся. Что-то внутри меня заныло, и я почувствовал всю ту боль, которую чувствует рождающийся ребенок. Весь тот шок, в котором эта крошечная тельца, находилась в течение нескольких последних часов. Я посмотрел на нее, и даже до того, как она открыла свои глаза, а затем и рот, я знал, что она собирается делать. Мы были в гармонии друг с другом. Мы были настроены на одну и ту же длину волны. Мы были словно сплетены вместе. И она принадлежала мне, а я ей. И на мои глаза набежали слезы, заменившие собой те слезы, которые не могла пролить она. Затем сестра опустила штору, и внезапно я остался один. Один, как будто я стоял у кромки моря, и надо мной разлился черный поток ночи. Я на секунду закрыл глаза и вновь оказался в коридоре больницы. Я тихо постучал в дверь палаты, где лежала нора. Дверь открыла сестра. — Могу я видеть ее сейчас? — спросил я шепотом. — Я ее муж. Она посмотрела на меня тем особым взглядом, выражавшим терпимость, которую медсестры, кажется, специально припасают для отцов. Кивнула и шагнула в сторону. Только не очень долго. Я подошел к кровати. Нора казалась спящей. Ее черные волосы разметались на белой подушке. Она выглядела бледной и усталой, и более хрупкой и беспомощной, чем я когда-либо мог себе представить. Я наклонился и нежно поцеловал ее в лоб. Она не открыла глаза, но ее губы шевельнулись. — Весла вверх! Свободные французские моряки никогда не падают духом. Я взглянул на сестру, стоявшую по другую сторону кровати, и улыбнулся. Я положил руку на руку норы, лежавшую поверх простыни, и слегка пожал ее. — Свободные французские моряки никогда не падают духом. Сестра теперь улыбалась. — Пентатал, мистер Кэрри, — сказала она. — Иногда он заставляет их говорить смешные вещи. Я кивнул и вновь пожал руку норы. Странное выражение страха пробежало по ее лицу. — Не бей меня, Джон! — хрипло прошептала она. — Я сделаю все, что ты хочешь. Я обещаю, только не бей меня! — Нора, — быстро сказал я. — Нора, это я, Люк! Неожиданно ее глаза открылись. — Люк? Неуловимая тень страха исчезла. Я видела страшный сон. Я обхватил ее плечи своей рукой. Нора всегда видела страшные сны. — Все хорошо, Нора, — прошептал я. — Теперь все хорошо. Мне приснилось, что кто-то ломает мне руки. Я не могла выдержать это. Ты знаешь, что я не могла. Только не мои руки. Без них я была бы ничто. — Это был только сон, — сказал я. — Только сон. Она подняла руки и посмотрела на них. Длинные, точеные и изящные. Она взглянула на меня и улыбнулась. — Разве я не глупая? Конечно, они в полном порядке. Она закрыла глаза и снова заснула. — Нора, — прошептал я, — неужели ты не хочешь ничего услышать о нашем ребенке? Она маленькая девочка, прекрасная, чудная маленькая девочка. Она похожа на тебя. Но Нора не шевелилась. Она спала. Я посмотрел на сестру. Это было не так, как это должно было быть. В книгах никогда не было ничего подобного. Я думаю, что сестра заметила недоуменное выражение на моем лице, потому что она сочувственно улыбнулась. — Это наркотик. — Конечно, — сказал я и вышел в коридор. Я взглянул в иллюминатор. Я думал, что увижу дымку огней города, который находится далеко впереди самолета. Было бы недостаточно перевести часы назад на 15 лет. Это ничего бы не остановило. Двадцать лет были бы более подходящим сроком. Тысяча девятьсот сорок второй год. Лето. И пилотируемый мною потрепанный Р-38 с ревом, идущий вниз против ветра, когда я спикировал на трубы серо-черного японского линейного корабля. У меня неожиданно возникло странное желание сбросить бомбы, но потом не тянуть на себя ручку управления, а последовать за бомбами в трубы линкора и вместе с ним погибнуть в холодном море. Тогда не было бы ни медали ВВС, ни ордена «Серебряная звезда», ни медали «Пурпурное сердце». Возможно, был бы орден «Почетная медаль Конгресса», каким был награжден Колин Келли, который поступил так немного раньше. Потом не было бы никаких госпиталей, никаких поездок Героя Войны, никаких компаний за подписку на облигации военного займа, никакой известности. Не было бы потому, что тогда бы не было меня, и я не подлетал бы к Сан-Франциско сейчас, так же, как я пролетел в этот город тогда. Потому что я был бы мертв и никогда бы не встретил Нору, и у нас никогда бы не родилась Дэниэль. Почти двадцать лет. А может, даже этого срока было бы недостаточно. Я был тогда так молод. Я устал и на секунду закрыл глаза. Боже, пожалуйста, верни мне время назад. Часть вторая. О Норе. Это банально, но верно. Время все расставляет по своим местам. Когда ты захвачен эмоциями, ты не можешь реально оценивать происходящее, потому что ты подобен листу, гонимому до прихода осенних ветров демонами, которые тобой владеют. Время утомляет и иногда убивает демонов любви и ненависти, оставляя только тончайшую нить памяти о них. Поэтому появляется возможность посмотреть через замочную скважину в прошлое и разглядеть многое из того, что ты раньше не видел. Я посмотрел в иллюминатор, когда самолет выполнил широкий разворот над городом для захода на посадку. Я видел огни города и нитку жемчуга его мосты и внезапно осознал, что у меня больше нет боли и страха, которые охватывали меня при одной мысли о возвращении сюда. Они лежали мертвыми в прошлом вместе с другими демонами, которые владели мной. В этот миг я понял, почему Элизабет настаивала на моем возвращении и был благодарен ей. Она выбрала этот способ, чтобы изгнать из меня демонов и тем самым позволить мне вновь стать самим собой, человеком, избавленным от грехов и пыток. Репортеры со своими камерами были на месте. Но в этот ранний утренний час они были такими же усталыми, как и я. Спустя несколько минут они отпустили меня. Я обещал им позже, в этот же день, сделать подробное заявление. Я отправился к Херцу и взял на прокат самую дешевую из имеющихся у них автомашин. Затем приехал на ней в город и остановился в новом мотеле, построенном на авеню Ван Несс, прямо напротив Томми Джойнт. Комната была маленькая, но уютная и сияющая той стерильностью, которой отличаются мотели. Я поднял телефонную трубку и позвонил Элизабет. Когда я услышал ее голос, сохранивший тепло нашей постели и сообщивший оператору, что меня нет дома, мне захотелось поблагодарить ее, но нас разъединили, прежде чем я успел что-либо сказать. В окно заглядывало утро. Я подошел к окну и выглянул на улицу. На севере, в направлении холмов, сквозь серый туман, я видел башню отеля Марк Хапкинс, уходящую в небо. Я попытался разглядеть вдали, через несколько кварталов на запад, знакомый белый фасад и покатую синюю каменную крышу. Дом, где я бывало жил. Дом, где даже сейчас, вероятно, спала Нора. Спала в этом странном, своем собственном мире грез. Телефон звонил откуда-то издалека, в тумане тяжелого сна. Нора слышала и не слышала его. Она не хотела слышать. Она глубже зарылась лицом в подушку и руками плотнее прижала ее к ушам. Но телефон продолжал звонить. «Рик, возьми трубку!» И возникшая мысль разбудила ее. Потому что Рик был мертв. Она перевернулась на спину и злобно посмотрела на телефон. Теперь звонок шел издалека, и все, что она слышала, было тихое позванивание колокольчиков, установленных на телефонном отводе в ее спальне. Тем не менее, она не двинулась, чтобы снять трубку. Спустя секунду колокольчики замолкли, и в доме вновь стало тихо. Она села на кровати и потянулась за сигаретой. Успокоительная, которая врач дал ей прошлой ночью, по-прежнему глухими ударами отзывалась в ее голове. Она зажгла сигарету и глубоко затянулась. Раздался щелчок включившегося внутреннего телефона, и прозвучал голос дворецкого. «Вы проснулись, мисс Хейден?» «Да», — ответила она, по-прежнему не вставая с кровати. «Звонит ваша мать. Скажи ей, что я перезвоню через несколько минут, и принеси мне аспирин и кофе, Чарльз». «Да, мэм». Внутренний телефон щелчком отключился, но спустя секунду вновь включился. «Мисс Хейден?» «Да». «Ваша мать настаивает, что дело очень важное, и она должна поговорить с вами немедленно». «Ну, хорошо», — примирительно сказала она и протянула руку к телефону. «Чарльз, поспеши с аспирином и кофе. У меня ужасно болит голова». Затем в трубку. «Да, мам». «Нора, ты проснулась?» Голос ее матери был ясный и пронзительный. «Сейчас да», — с обидой ответила она. Она не знала, как это удается ее матери. Ей было далеко за семьдесят, но ее голос звучал так, словно она бодрствовала уже несколько часов. «Сейчас половина седьмого, Нора. Мы ждем тебя в семь. Мистер Гордон уже здесь». «Люк там?» «Нет, но он будет здесь». «Ты так в этом уверена», — заметила Нора. «А откуда ты знаешь? Он что, тебе сказал?» «Нет». «Может быть, он не приехал». «Он будет здесь», — твердо произнесла ее мать. «Он сказал, что будет». «Ты всегда верила ему больше, чем мне, не так ли?» Ее голос наполнился обидой. «Это не имеет значения. Ты моя дочь». «И это все, что имеет значение», — с горечью добавила Нора. «Совершенно верно», — тоном, недопускающим возражений, сказала ее мать. «И если ты не поняла этого до сих пор, ты никогда не поймешь». Послышался приглушенный стук. Затем дверь открылась, и в спальню вошел Чарльз. В руках у него был небольшой серебряный поднос. В трубке вновь зазвучал голос старой леди. «Мистер Гордон хочет, чтобы ты была одета в простой костюм и пальто из плотной ткани Нора. И никакой косметики, только бледная губная помада». «Мистер Гордон думает обо всем». Чарльз поставил поднос на маленький столик рядом с кроватью. Он налил кофе в чашку и вместе с тремя таблетками аспирина, которые он положил на блюдце, подал ей. «Благодари Бога, что он у нас есть», — сказала миссис Хейден. «Я обязательно должна прийти. Я себя отвратительно чувствую. У меня ужасно болит голова». «Нора», — возмущенно прервала ее мать. «Но что полезного я могу сделать? Я не смогу вновь вынести те же вопросы сегодня утром. И там будут репортеры». Голос ее матери стал холодным и жестким. «Ты поедешь в суд по делам несовершеннолетних утром вместе со своей дочерью. Это то, что я не могу сделать за тебя. Там будет ее отец, и там будешь ты. Нравится тебе это или нет». Нора почувствовала, что головная боль словно тисками сжала ее виски. «Хорошо, я буду там». Она повесила трубку и взяла аспирин. Положив все три таблетки на язык, она запила их глотком кофе. «Как себя чувствует мисс Дэниэль?» — тихо спросил Чарльз. Его блестящее круглое лицо вопросительно смотрело на нее. Нора с удивлением взглянула на Дворецкого. Сама она об этом не спросила. С другой стороны, не было необходимости и спрашивать. Если бы с Дэниэль что-то случилось, мать сказала бы ей об этом. «Отлично», — машинально ответила она. Чарльз ждал, что она скажет что-то еще. «Моя мать сказала, что Дэниэль все еще спит», — солгала она и тут же рассердилась на себя. «Она не обязана ничего объяснять. Чарльз всего лишь слуга и не имеет значения, как долго он был в их доме. Скажи, Вайолетт, чтобы она наполнила мне ванну», — резко бросила она. «Я немедленно пошлю ее, мэм». Дверь за ним закрылась. Нора допила кофе, затем встала с кровати и налила себе еще чашку. Поворачиваясь, она поймала свое отражение в большом зеркале над туалетным столиком. Все еще держа чашку в руке, она подошла к зеркалу. Нора пристально оглядела себя. Смотрелась она моложе своих тридцати восьми лет. Ее фигура была по-прежнему прямой и стройной. Бедра не располнили, и груди, хотя они никогда не были большими, оставались круглыми и упругими. Она отпила кофе, продолжая разглядывать себя в зеркале. Ей нравилось, как сквозь тонкую, шелковую кружевную ночную рубашку просвечивает ее тело. Она придвинулась ближе к зеркалу и внимательно всмотрелась в свое лицо. Под глазами едва видимые синие круги, но кроме этого не было никаких следов того, через что она прошла. Глаза были ясные, невоспаленные, щеки упругие, без намека на отечность. Нора почувствовала себя лучше. Любой, кто встретит ее сегодня, с трудом поверит, что Дэниэль действительно ее дочь. Из соседней комнаты послышался шум воды, наполняющей ванну. Нора быстро допила кофе и, оставив чашку на туалетном столике, прошла в ванную. Темнокожая горничная, сидевшая возле встроенной непосредственно в пол мраморной ванны, подняла голову. Доброе утро, мисс Хейден. Нора улыбнулась ей. Доброе утро, Вайолет. Вы хорошо отдохнула, мисс Хейден? После того, как доктор Боннер дал мне успокоительное, я ничего не помню. Я сама не слишком хорошо спала. Они, полицейские, продержали меня полночи, задавая свои вопросы. Нора взглянула на нее с любопытством. «И что же ты им сказала?» «Что я могла им сказать?» Ответила Вайолет, вставая. «То, что я видела, когда вошла в мастерская». Она протянула руку за флаконом душистой эссенции, стоявшим на полке над ванной, и, сняв колпачок, начала разбрызгивать содержимое в воду. «Когда я вошла, вы была там, на полу, склонившись над мистером Ритчо, и мисс Дэнни, она прижималась к стена». «Я не хочу говорить об этом», — холодно сказала Нора. «Да, мэм, я тоже не хочет. Я даже не хочет думать об этом больше никогда». Она закрыла колпачком флакон и поставила его обратно на полку. Из ванны с паром стал подниматься благоухающий мускусный запах эссенции. «Будет несколько минут, пока наполнится ванна. Не хочет ли вы, чтобы я сделала вам массаж? Это расслабит вас». Нора молча кивнула и через голову сняла ночную рубашку. Быстро двигаясь, Вайлетт взяла рубашку и аккуратно сложила ее на стуле, в то время как Нора легла, вытянувшись на узкий массажный стол. Она положила подбородок на сложенные руки. Так приятно было вытянуться. «Вытянуться как следует, пока не почувствуешь, как тянется каждая мышца твоего тела». Она глубоко вздохнула и закрыла глаза. После ванны она нажала на кнопку внутреннего телефона. «Чарльз?» «Да, мэм?» «Не мог бы ты вывести машину из гаража?» «И не мог бы ты поводить для меня машину сегодня?» «Я чувствую, что не совсем сейчас гожусь для этого». «Конечно, мэм». Нора отпустила кнопку и встала. Перед тем, как выйти из комнаты, она осмотрела себя в длинном зеркале. Харрис Гордон знал, что делать. Нужное впечатление было так важно в ситуациях, подобных этой. Черный костюм, который она надела, был превосходен. Он делал ее стройной и молодой. А простое пальто из плотной ткани, которое она перекинула через руку, добавляло последний штрих. То, что ее друзья в рекламном бизнесе назвали бы праведным видом. Она выглядела молодой, привлекательной, заслуживающей доверия. Взяв перчатки и сумочку, она вышла из комнаты. Ее каблуки-шпильки глухо стучали по мраборным ступенькам винтовой лестницы, когда она спускалась в вестибюль. Она выглянула в одно из окон, обрамляющих дверь. Чарльз еще не подогнал машину. Следуя инстинкту, который она не до конца осознавала, Нора свернула в узкий коридор, ведущий в мастерскую. У двери она застыла в удивлении. Перед дверью сидел молодой полицейский. Он встал, неловко прикоснувшись рукой к фуражке. «Доброе утро, мэм». «Доброе утро. Я мисс Хейден». «Я знаю, мэм. Я был здесь прошлой ночью». Она подняла бровь, изображая удивление. «Всю ночь?» — спросила она. «Без отдыха?» «Да, мэм». «Вы завтракали? Вы, должно быть, голодны?» «Я в полном порядке, мэм». Полицейский, смутившись, покраснел. Они были весьма любезны, принеся мне кофе. «Можно мне войти?» Он стоял в неловкой позе, смотря на нее. Он не ответил. «Это абсолютно приемлемо, уверяю вас», — сказала она, неожиданно появившимся у нее голосом хозяйки, обращающейся к слуге, которым она всегда начинала говорить, когда раздражалась. «В конце концов, это моя мастерская». «Я знаю, мэм, но сержант сказал, что он не хочет, чтобы здесь что-либо трогали». «Я не буду ничего трогать», — холодно сказала она. «Вы можете проследить за мной, если хотите». Он секунду колебался. «Я думаю, в таком случае все будет в порядке». Она стояла у двери и ждала. Он посмотрел на нее, затем, поняв, покраснел и открыл ей дверь. «Спасибо», — сказала она, когда он шагнул в сторону, чтобы дать ей пройти. Нора остановилась в дверях и огляделась. На полу, где лежало тело Рика, виднелись нанесенные мелом отметки и несколько пятен, похожих на кровь. Ощущая на себе внимательный взгляд полицейского, она подняла голову и пошла к окну, осторожно обходя меловые линии. Дуговой сварочный аппарат по-прежнему лежал на верстаке, куда она его положила, когда Рик вошел в мастерскую. Коробка с тонкими стальными полосами находилась на полу, рядом с маленьким пьедесталом, на котором ее последнее творение начинало приобретать форму. Это был пока еще недостроенный каркас, но несколько пробных стальных полос были максимально натянуты и приварены к пьедесталу, давая понять, какой будет окончательная форма. Она на секунду закрыла глаза. Да, это все еще было в ней, она и сейчас видела свое произведение полностью законченным. Нора ощутила в себе удивительное чувство радости. Даже последняя ночь не повредила ее воображению и таланту. Сила и знания того, кто она, чем она обладает, волной согрели ее кровь. Она не была как все, она была другой. Никто не мог видеть то, что видела она. Нора открыла глаза и посмотрела на полицейского. На ее губах играла странная улыбка, выражавшая чувство удовлетворенности. «Это прекрасно», — сказала она и, резко повернувшись, вышла из комнаты. Я нашептывал Дэнни всякий вздор, тот вздор, который отцы иногда несут своим детям. И Дэнни мне в этом подыгрывала. Она забавлялась, вновь на несколько секунд став маленькой девочкой, когда, следуя какому-то инстинкту, мы повернули головы и посмотрели в сторону входной двери. Дэнни вскочила со стула прежде, чем кто-либо из нас успел сделать хоть одно движение. И когда она подбежала к Норе, она больше не была маленькой девочкой. Превращение было мгновенным и поразительно полным. Перед нами стояла молодая женщина. Я обвел взглядом сидящих вокруг стола, желая узнать, заметили ли это остальные, но так и не понял. На лице Харриса Гордона промелькнула неуловимая улыбка, словно он прикидывал, насколько хорошо это выглядело бы в суде. Моя бывшая теща задумчиво смотрела на меня своими ясными синими глазами. Затем она также повернулась к дочери. Нора обняла Дэнни. «Девочка моя», — ласково говорила она, подставляя Дэнни щеку для поцелуя, «моя бедная девочка». «У тебя все в порядке, мама?» взволнованно спросила Дэнни. «Я чувствую себя отлично, дорогая. А ты?» «У меня все хорошо, мама. Я только... только напугана. Прошлой ночью мне снились такие страшные сны». Нора погладила ее по голове. «Ну-ну, не бойся. Мама не позволит, чтобы с тобой что-либо случилось. Все это кончится через несколько дней. Ты снова будешь дома, как будто ничего не произошло». «Я знаю, мама, и знаешь почему?» Нора покачала головой. Дэнни подошла ко мне и взяла меня за руку. «Потому что папочка приехал, чтобы помочь мне», — сказала она с гордой улыбкой. «Он приехал из далекого Чикаго». Нора пристально посмотрела на нас, и я готов был утверждать, что выражение ее лица было таким, словно и не было тех шести лет, которые Дэнни и я прожили в разлуке. Я также был уверен, что тепло, доверчиво лежавшее в моей руке, руки Дэнни, было тем же самым теплом, которое всегда было между нами. Мы были так друг на друга похожи, что когда мы были вместе, Нора так или иначе чувствовала себя чужой. «Ты похудел, Люк», — она подошла ко мне, протянула руку, и я почувствовала ее враждебность. «Спасибо за то, что ты приехал». «И цепи не могли бы удержать меня», — спокойно ответил я и пожал ее руку быстро и бесстрастно, совсем не так, как раньше. Она отняла, почти отдернула свою руку и коснулась лба тем жестом, который я так хорошо помнил. Бывало, я называл его предвестником головной боли. И характерная тень, опустившаяся на ее глаза, подтвердила это. «Я вдруг почувствовала себя старой», — произнесла она. «Ты выглядишь так молодо, стоя рядом с Дэнни. Ты никогда не постареешь», — вежливо возразил я. Нора испытывающе посмотрела на меня, и ее взгляд сказал мне, что она прекрасно понимает, что я сам не верю своим словам. Тень углубилась, и морщины покрыли ее лоб. Она резко повернулась к своей матери. «У тебя есть аспирин, мама?» «Думаю, что после успокоительного меня мучает то, что называется похмельем». Ее мать указала ей жестом «На серванте». Я смотрел на Нору. Она прошла в другой конец комнаты к серванту и вытряхнула из маленького пузырька три таблетки. Затем она положила одну из них обратно, и я понял, что она уже приняла три перед тем, как приехать сюда. Она взглянула на меня, собираясь проглотить аспирин, и вновь между нами сверкнула вспышка взаимного узнавания. Внезапно я ощутил жалость к ней. Не спрашивайте меня, почему. Она просто была, и все. Иногда ужасно знать так много о другом человеке. Я знал, что в это мгновение она объята новым необъяснимым страхом и чувствует себя очень одинокой, потому что наступило завтра. Пустое завтра ее непостижимых кошмаров. Это было то завтра, которое, как она себя убеждала, никогда не наступит. А я в то утро был таким, каким я был всегда. До тех пор, пока она не сделала меня слепцом. В сентябре 1943 года война в Италии почти закончилась. МакАртур начал свой длительный марш обратно на Филиппины, а я находился в Сан-Франциско, завершая поездку по военным заводам и фабрикам. Командование решило, что это будет для меня идеальным способом восстановить силы перед возвращением в строй. Нора устраивала первую выставку своих работ, которые она выполнила за 21 месяц с начала войны. Маленькая мастерская, которая раньше была теплицей в задней части дома ее матери, была полна людей. Нора смотрела по сторонам оценивающим взглядом. Ей нравилась публика. Даже газеты прислали своих искусствоведов, которые, судя по всему, находились под впечатлением от увиденного. Она не могла не ощущать гордости, пылавшей в ее груди. Это чувство помогло ей примириться с тем, что она была вынуждена, отработав целый день на авиационном заводе, подолгу ночами изнурять себя в мастерстве. Война. То, что она сделала, было глупо. Но она попалась в ловушку, как и все остальные. Захлестнутая истерия и патриотизма. Газеты подняли вокруг этого шумиху. Нора Хейден, обратившая на себя внимание дебютантка, дочь одной из наиболее известных семей Сан-Франциско и одна из самых многообещающих молодых художниц Америки, забросила свою карьеру на время войны. Нора почувствовала себя жалкой дурой, когда прочла об этом. Но в начале 1942 года она не могла и думать, что война будет такой долгой. Теперь же с нее хватит. Ей надоело вставать в полседьмого утра и ездить на машине на завод за 15 миль от дома 6 дней в неделю, а там, на заводе, делать изо дня в день одну и ту же тупую работу. Остановить ленту конвейера. Припаять провод номер один к проводу номер два. Запустить ленту снова, чтобы девица на соседнем рабочем месте могла припаять номер два к номеру три. Остановить ленту, чтобы начать все сначала. Норе надоело играть роль розы-паяльщицы. Вся эта работа была для нее слишком запрограммированной, бездумно-механической. Регламентирован был даже перерыв на ленч. И не было особой беды в том, что ей приходилось съедать отвратительный сэндвич, но каждый день во время ленча, вместе с этим сэндвичем и мутным кофе без сахара, она была вынуждена глотать и призывы к повышению производительности ее труда. В тот день возле заводского корпуса был устроен митинг, завершающей частью которого должна была стать встреча с героем войны. Нора даже не вышла из помещения. Вместо этого она поднялась наверх, в комнату отдыха, и устроилась около окна. Она закурила сигарету и растянулась на скамейке, закрыв глаза. Временно воцарившаяся на заводе тишина была блаженным облегчением. Она могла отдохнуть. Она не ложилась спать до четырех утра, следя за тем, чтобы все было подготовлено к открытию выставки в тот день. Толпа за окном заревела. Нора встала и выглянула наружу. Оливково-коричневый армейский «Шевроле» остановился у помоста, сооруженного по случаю митинга прямо под большим сине-белым Е-образным заводским флагом. Рев в толпе у Силиуса, когда вышедший из задней дверцы автомобиля человек вскарабкался на помост. Этим человеком, конечно, был я. Я ничего не сделал, но овация стала такой оглушительной, что я почувствовал себя неловко. Я беспомощно посмотрел по сторонам. В такого рода делах я был еще достаточно зеленым юнцом и потому, наверное, выглядел как идиот. Я повернулся и посмотрел вверх. В окне, прямо над входом в здание, стояла девушка. Сначала мой взгляд скользнул мимо нее, затем, благодаря рефлексу, предчувствию, судьбе или еще чему-то, вновь вернулся к ней. В это мгновение наши глаза встретились. Нора сердито отвернулась. Это было уже слишком. Она не имела ничего общего с этими людьми. И прежде всего, ей ни в коем случае не следовало приходить сюда на работу. Она секунду поколебалась, затем спустилась в отдел кадров. Если она была готова уволиться в любой день, то почему не сделать это сегодня, в день ее первой выставки? И вот теперь все было по-другому. Она вновь оживлена, энергично, и вокруг нее собирается весь свет. Она уловила нить разговора. Сэм Корвин, искусствовед из Экзэминер, беседовал с незнакомым ей человеком. Монтаж — это искусство будущего, — говорил он. Каждый день, пока идет война, мы убеждаемся, что единственно подлинное искусство является производной катастрофы. Война уничтожает признанную цель человека. И все то, что остается, когда все это закончится, будет результатом катастрофы. Поэтому монтаж будет единственной формой искусства, отражающей попытку природы переделать себя в нечто значимое. Нора тут же с головой окунулась в разговор. Когда бы у нее не появлялась возможность выступить в роли оппонента в споре с Сэмом, она была готова к этому. Ей вспомнилось то время, когда она, как и все, поражалась его эрудицией. Ей еще не исполнилось семнадцать лет, и она была восторженной студенткой, открывающей для себя мир искусства, когда в тот вечер она пришла в его дом, чтобы выслушать несколько мудрых слов. Они закончили дискуссию в постели, куда перенесли свои расхождения во взглядах, чтобы их урегулировать. Нора все еще помнила выражение испуга на его лице, когда после случившегося она сообщила ему, что является несовершеннолетней. Сейчас она повернулась и посмотрела Сэму в глаза. «Я не согласна с тобой. Искусство без цели — ничто. Оно выражает лишь пустоту художника, особенно в воянии. Законченное творение должно что-то говорить, даже если услышать это может только его создатель». Она улыбнулась мужчине, которого не знала, и извинилась, протягивая руку. «Я Нора Хейден. Иногда Сэм вынуждает меня быть агрессивной». Маленький человек среднего возраста, приятно улыбнувшись в ответ, пожал ей руку. «Подозреваю, что подчас Сэм специально делает это, чтобы выводить людей из себя. Рад познакомиться с вами, мисс Хейден. Я Ооррен Белл». Ее брови поползли вверх. Ооррен Белл был одним из ведущих преподавателей искусствоведов в стране. «Профессор Белл — это большая честь». Она повернулась к Сэму и негодующе посмотрела на него. «Ты должен был нам сообщить, что приедет доктор Белл, Сэм». «Не ругайте его, мисс Хейден. Я не предполагал, что буду здесь. У меня была встреча с Сэмом Заленчем, и он предложил мне присоединиться к нему». «Поскольку я так много слышал о вашей работе, то не смог преодолеть искушения». «Профессор Белл планирует устроить в Южно-Калифорнийском университете выставку современной американской скульптуры», — заметил Сэм. «Я сказал ему, что ни одна выставка не будет полной, если на ней не будет представлено что-нибудь из твоих работ. «Таким образом, ты можешь сама убедиться, что я не так уж непримиримо настроен против тебя, как ты думаешь». Нора подняла вверх руку, показывая, что сдается. «Сэм, ты абсолютно прав, монтаж — это искусство будущего». Они все рассмеялись. «Я попрошу Арлен Гейтли показать вам выставку», — сказала она доктору Беллу. Арлен Гейтли, которая заведовала маленькой галереей в деловой части города, выполняла функции ее спонсора и агента. «В этом нет никакой необходимости. Я действительно предпочел бы сам потолкаться здесь». «Как вам угодно», — улыбнулась она. «Если вам захочется что-то узнать, пожалуйста, спрашивайте у меня». Профессор слегка поклонился и отошел. Нора повернулась обратно к Сэму. «Ты паршивец», — прошептала она. «Ты должен был предупредить меня заранее». «Я хотел, но всякий раз, когда я пытался подойти к тебе, ты была окружена людьми». Он вытащил из кармана пиджака трубку и вставил ее в рот. «Между прочим, правда ли, что в следующем месяце ты, возможно, устроишь выставку в клей-клабе Нью-Йорка?» Она взглянула на него с любопытством. «Откуда ты об этом узнал?» «А Арлен, откуда же еще?» «Иногда Арлен говорит слишком много», — заметила она. «Это еще не решено». Она посмотрела вслед профессору Беллу. «Ты на самом деле думаешь, что он возьмет какие-нибудь мои работы?» «Как знать, мы скрестим пальцы на удачу. Сан-Франциско уже пора выдвинуть другого настоящего скульптора, помимо Буфона». «Ты считаешь меня настоящим скульптором, Сэм?» Спросила она, и ее взгляд неожиданно стал серьезным. «Ты самый настоящий мастер из всех», — сказал он в равной степени серьезно. «И у меня предчувствие, что Белл согласится со мной». Нора глубоко вздохнула. «В таком случае я скрещу пальцы и на руках, и на ногах». Он повернулся к ней и улыбнулся. «Если это дело выгорит, может быть для разнообразия, мне больше не придется выслушивать художника, который утверждает, что подлинное вдохновение можно якобы найти только в марксизме». Она рассмеялась. «Бедный Сэм, и у тебя есть свои трудности, не так ли?» «Откуда ты можешь это знать?» — загадочно произнес он. «В последнее время я редко тебя видел». Она положила руку на его локоть. «Дело не в том, что я стала меньше тебя любить, Сэм. Просто я выполняла свой долг. В промежутке между работой на авиационном заводе и работой в моей мастерской я не могла подолгу гулять». «Ты выглядишь напряженной. Что тебе сейчас нужно, так это один из моих знаменитых способов лечения расслаблением». Она задумчиво посмотрела на него. Ни один из них не был глупцом. И услуги были услугами. Это не означало ничего, и это означало все. Это был тот мир, в котором они жили. «Прошло много времени, Сэм, не правда ли?» «Слишком много», — ответил он. «Ты думаешь, врач смог бы найти время для меня сегодня вечером?» «Думаю, смог бы. Около восьми, у меня дома. Я буду». Она видела, как он подошел к профессору Беллу. Она попыталась уловить, о чем они говорят, но чья-то рука прикоснулась к ее локтю, и она повернулась в сторону. «Все идет нормально, моя дорогая?» «Отлично, мама». «Я рада», — улыбнулась Сесилия Хейден. Она улыбалась нечасто, и теперь улыбка осветила ее ясные синие глаза под тщательно уложенными белыми волосами. Я задавалась вопросом, «Есть ли у тебя время оказать мне небольшую услугу?» «О чем идет речь, мама?» «Есть молодой человек, сын друга твоего отца. Я совсем забыла о твоей выставке, когда пригласила его к нам на коктейль сегодня днем. Он, вероятно, останется и на обед». «О, мама!» — воскликнула Нора негодующим тоном. «Это совершенно не вовремя. У меня слишком много дел». «Пожалуйста, дорогая». Нора посмотрела на мать. Эти два слова не оставляли ей возможности спорить. Несмотря на свою хрупкую внешность, Сесилия Хейден была твердой, как скала. «Он кажется весьма приятным молодым человеком», — продолжала она, — «герой войны, и у него осталось только три дня до возвращения на службу. Я уверена, что он тебе понравится». «Я сказала Чарльзу привезти его, когда он приедет». Нора кивнула и повернулась как раз в тот момент, когда к ней подошел Сэм. На его лице было волнение. «Он хочет взять умирающего человека». «Только не его», — с тревогой воскликнула она. «Ему нравится он». «Отговори его от этого», — умоляюще сказала она. «Я даже не хотела выставлять его. И я не сделала бы этого, если бы мне не понадобилась большая скульптура, чтобы заполнить тот угол. Я даже не работаю больше в этой манере». «Не имеет значения. Это то, чего он хочет». Нора повернула голову и посмотрела сквозь толпу на большую металлическую фигуру. Это был наполовину упавший на землю человек, опирающийся на локоть. Черты его лица были искажены агонией. Она вспомнила волнение, с которым работала над скульптурой. Но сейчас она почему-то казалась ей безобразной. «Прошу тебя, Сэм, убеди его взять что-нибудь другое». «Только не я. Только не после того, как он сказал мне, что сегодня он впервые увидел, как художнику удалось в скульптуре поймать точный момент смерти». Она уставилась на него. «Он действительно так сказал?» Сэм кивнул. Нора снова посмотрела на скульптуру, пытаясь разглядеть в ней, что увидел профессор. «Ладно», — наконец вымолвила она. «Ну вот и хорошо. Я скажу Беллу, что он может взять его». «По крайней мере, это большая скульптура», — успокаивая себя, подумала Нора. «И на коллективной выставке большая скульптура будет смотреться лучше, чем маленькая. Люди не смогут не заметить ее». Она стояла с задумчивым выражением на лице, когда ее мать подвела меня к ней. Миссис Хейден притронулась к ее руке, и Нора повернулась к нам. Она подняла голову, и я увидел, что это была та самая девушка, которая сегодня днем стояла у окна заводского здания. Я уловил любопытство и в ее удивленно расширившихся глазах, и понял, что она меня тоже узнала. Нора — это майор Люк Кэрри. Майор Кэрри — моя дочь Нора. «Войны» — это оселок, который мужчины используют, чтобы обострить свои страсти. Я посмотрел на нее и понял, что пропал. Одни молодые женщины — потаскухи, другие — это леди, и однажды каждый мужчина встречает такую, в которой соединились черты и тех, и других. Я понял это, как только коснулся ее руки. Ее глаза были темно-синие, почти лиловые, и их прикрывали длинные тяжелые ресницы. Густые черные волосы были убраны со лба и зачесаны назад. Ее кремовая полупрозрачная кожа, туго натянутая на высоких скулах и стройная с небольшой грудью почти мальчишеская фигура — все это складывалось вместе по законам какой-то неправильной арифметики. Но для меня это было то, что нужно. Во мне все перевернулось. Дилемма была простой — жизнь или смерть. Все кончено. Все связи с внешним миром оборваны. Ее мать куда-то ушла, а я все еще держал ее за руку. Она говорила тихим голосом, в котором слышалась тщательно отработанная аффектация, свойственная девушкам, посещающим хорошие учебные заведения. «На что вы смотрите, майор Кэрри?» Я быстро отпустил ее руку. Это было подобно потере контакта с некой особого рода реальностью. Это было сравнимо с ситуацией, когда человек бьется головой о стенку потому, что испытывает приятные чувства, прекращая это делать. «Извините», — сказал я. «Я не хотел так вызывающе смотреть на вас». «Как вы узнали, где меня найти?» «Я не узнавал, это просто счастливый случай». «Вы всегда так счастливы?» Я покачал головой. «Не всегда». Я видел, как ее взгляд пробежал по орденским планкам на моем кителе. Я знал, что она увидела. Помимо колодки медали «Пурпурное сердце» и прикрепленного к ней знака «Дубовый лист», означавшего, что я дважды был ранен, там сияли другие награды, которых было вполне недостаточно, чтобы указать. «По крайней мере, вы живы», — я кивнул. «Я думаю, мне не на что жаловаться. До сих пор мне это удавалось». «Вы не верите, что это будет удаваться до конца?» Это был не столько вопрос, сколько утверждение. Я рассмеялся. Эта девица была не из тех, кто теряет время даром. Она била точно в цель. «Мне везло дважды», — сказал я. «Трижды не везет никому». «Вы боитесь смерти?» «Все время». Она снова посмотрела на орденские планки. «Я уверена, что они не послали бы вас обратно, если бы вы об этом попросили». «Думаю, что нет, но я не стал бы просить». «Почему?» «По-моему, я больше боюсь малодушия, чем смерти». «Не может быть, чтобы это было единственной причиной». Я начал испытывать неловкость. Она не прекращала давить на меня. «Очевидно, вы правы», — признал я. «Может быть, причина в том, что смерть подобна женщине, которую ты долгое время преследуешь. Тебе хочется узнать, действительно ли она такая плохая или хорошая, как ты думал». «И это все, о чем вы думаете?» спросила она. «О смерти?» «Вот уже почти два года у меня мало времени, чтобы думать о чем-нибудь другом». Я посмотрел на скульптуру умирающий человек, которую заметил, когда вошел в мастерскую. Я почувствовал, что ее взгляд последовал за моим. Я как тот человек, которого изображает вон та статуя в каждый миг моей жизни. Я видел, что она секунду смотрела на скульптуру. Затем она взяла меня за руку, я почувствовал, как она дрожит. Я не хотел вам показаться таким ужасно страшным. «Не извиняйтесь», — быстро произнесла она. Теперь ее глаза потемнели настолько, что казались пурпурно-черными и стали похожи на тяжелые гроздья виноградников близ Сакрамента. «Я знаю точно, что вы хотите сказать». «Полагаю, знаете». Я улыбнулся и затем отвернулся. Я должен был отвернуться. «Видите ли», — сказал я. «Когда я впервые услышал об этой вечеринке, я подумал, что это будет очень скучно. Еще одна светская девица, забавляющаяся искусствами. Я чувствовал, что было уже не опасно повернуться к ней. Но сейчас у меня ощущение, что вы весьма хороший скульптор». «Это не совсем точная характеристика, Люк», — раздался у меня за спиной знакомый голос. «Она очень хороший скульптор». Я повернулся назад. Прошло больше трех лет с тех пор, как я слышал этот голос. «Профессор Белл». Он казался взволнованным и довольным, когда пожимал мне руку. «Люк был одним из моих мальчишек всего несколько лет назад», — сказал он Нори. «Он специализировался в области архитектуры». «Строительство», — улыбнулся я, оживляя старый спор между нами. «Архитектура — это что-то такое, на чем сидят голуби. Строительство же для людей». Все тот же старый Люк. Он всмотрелся в мое лицо, и я увидел по выражению его глаз, что он потрясен. Я уже замечал такое выражение в глазах моих старых друзей. Крошечные пересекающиеся шрамы от ранения шрапнелью, видневшиеся на моей медного цвета кожи, как-то не подходили к развощокому мальчику, который несколько лет назад ушел на войну. «Не совсем тот же профессор», — сказал я, пытаясь несколько успокоить его. «Война началась давно». И все время, пока мы стояли и разговаривали, я чувствовал, как ее рука, лежавшая в моей, становилась все более теплой. Обед был подан в большой столовой, окна которой смотрели на холм в направлении бухты. Все остальные уже ушли. За столом остались только трое — Нора, ее мать и я. Я посмотрел на пожилую леди, которая сидела во главе стола. Она так удивительно подходила для того, чтобы там сидеть. Все сочеталось. Богатая обивка дубовой мебели, большой круглый стол, свечи, горящие в мерцающих серебряных канделябрах. Она сидела прямо и высоко. И в ней было что-то такое, что напоминало мне сверкающее стальное лезвие. Она казалась сильной и уверенной в своей силе, сдержанной и спокойной. Ты отдавал себе отчет в житейской мудрости, которая чувствовалась в ней, хотя ей никогда не было нужно подтверждать это. По словам моего отца, многие бывали поражены, когда им приходилось иметь дело с этой спокойной молодой вдовой, наследовавшей два больших состояния. Мой покойный муж часто говорил о вашем отце. Она улыбнулась мне через стол. Они были такими хорошими друзьями, кажется, странным, что мы никогда раньше не встречались. Я молча кивнул. Для меня это не было таким уж странным. До того, как отец ушел в отставку, он был начальником почтового отделения маленького южно-калифорнийского городка, где я и родился. Он имел такое же отношение к миру Джералда Хейдена, как тот к его миру. Все, что они делили друг с другом, была память о службе в одном взводе во время Первой мировой войны. «Видите ли, во время войны ваш отец спас жизнь моего мужа». Я слышал ту же самую историю, но когда мой отец рассказывал ее, дело обстояло наоборот. Она взяла маленький серебряный колокольчик, стоявший перед ней на столе. Раздался тихий звон. «Мы будем пить кофе в соляриуме?» Я взглянул на Нору. Она посмотрела на свои наручные часы. «Мама, ты, майор Кэрри, продолжайте, а у меня в восемь часов свидания в центре города». Тень неодобрения промелькнула на лице миссис Хейден и исчезла. «Тебе это непременно надо, дорогая». Нора не смотрела на мать. «Я обещала Сэму Корвину обсудить его планы насчет выставки современной скульптуры». Миссис Хейден посмотрела на меня, затем на Нору. Тон ее голоса означал лишь мягчайший протест, но у меня было ощущение, что она тщательно подбирала слова. Я не знал, было ли это вызвано моим присутствием или нет. «Я думала, что ты выше вещей такого рода», — произнесла она. «Прошло так много времени с тех пор, как ты видела мистера Корвина». «Я вынуждена, мама». В конце концов, именно Сэм отвечал за то, чтобы привезти на мою выставку профессора Белла. Я повернулся к хозяйке дома. «Пожалуйста, не расстраивайтесь из-за меня, миссис Хейден», — быстро сказал я. «Я сам должен быть в военном городке в 8.30. Я могу подвезти вашу дочь, если желаете». «Я не хочу доставлять вам никаких хлопот», — сказала Нора. «Никаких хлопот и не будет. Я пользуюсь военной машиной, поэтому мне не придется беспокоиться насчет Нормана-бензин». «Хорошо», — согласилась она. «Только дайте мне несколько минут, чтобы переодеться». Мы смотрели, как она уходит, и когда дверь за ней закрылась, я повернулся к ее матери. «У вас талантливая дочь, миссис Хейден. Вы должны ею очень гордиться». «Я горжусь», — ответила она. Затем в ее ясных глазах появилось выражение любопытства. «Однако я должна признаться, что не всегда до конца понимаю ее. Временами я нахожусь в полном замешательстве. Она так сильно отличается от молодых девушек моего времени». «Но с другой стороны, Нора мой единственный ребенок, и я родила ее поздно». «Это из-за войны. Мы все очень разные». «Ерунда. Я слышу это все время», — резко сказала она. «Это все вздор. Ваше поколение не единственное, которое вело войну. Мое тоже вело. Воевала и молодежь поколения моих родителей». Я мог бы поспорить об этом, но не стал. «Ваша дочь очень талантливая», — повторил я. «Профессор Белл часто говорил мне, что в нашем мире талант — это такая вещь, которую не всегда можно легко понять, и с которой не всегда удается легко жить». Ее глаза заблестели от удовольствия. «Вы, милый молодой человек, я надеюсь, что вы снова навестите нас. У меня ощущение, что нам с вами будет очень хорошо». «Надеюсь, что так и будет. Но я возвращаюсь обратно за границу. Возможно, мы вновь увидимся, когда закончится война». Она посмотрела мне прямо в глаза. «Тогда это, может быть, окажется слишком поздно». Я думаю, на моем лице появилось изумленное выражение, потому что вид у нее стал еще более довольный. «Я слышала, что вы были многообещающим молодым архитектором до того, как пошли на службу, майор Кэрри. Очевидно, вы очень многое держите в поле своего зрения, миссис Хейден. Я стараюсь не пропускать слишком много. Для беспомощной вдовы крайне важно держать глаза открытыми». Я начал было протестовать «беспомощная вдова, как бы не так». Но тут я снова увидел ее улыбку и понял, что она подначивает меня. «Что еще вы обо мне узнали, миссис Хейден?» «До войны вы подали заявление о приеме на работу в компанию Хейден энд Карутерс. Вы произвели на них вполне благоприятные впечатления». «Еще более благоприятные впечатления я произвел на армию». «Я знаю это, майор Кэрри. Я также знаю ваш военный послужной список». Я поднял вверх руку. «Избавьте меня от этого, миссис Хейден. К чему вы клоните?» Она вновь посмотрела мне прямо в лицо. «Вы мне нравитесь, майор Кэрри. При подходящих обстоятельствах вы могли бы получить должность вице-президента в компании Хейден энд Карутерс». Я уставился на нее. Это было бы началом работы на самом верху. Просто здорово для парня, который никогда не работал после окончания колледжа. Хейден энд Карутерс были одним из ведущих архитектурных концернов на западном побережье. «Откуда вы это знаете, миссис Хейден?» «Я знаю», — спокойно сказала она. «Я владею контрольным пакетом акций фирмы». «А что вы бы сочли подходящими обстоятельствами?» Она взглянула на дверь, затем снова посмотрела на меня. Ее глаза были ясными и спокойными. «Я думаю, вы уже знаете ответ». Именно в этот момент в комнату вернулась Нора. «Надеюсь, я не заставила вас слишком долго ждать?» «Совсем нет», — сказал я. «У нас с майором был очень интересный небольшой разговор Нора». Я поймал любопытный взгляд, который Нора быстро бросила на свою мать. Я посмотрел на пожилую леди. «Большое спасибо за обед, миссис Хейден», — официально произнес я. «Не стоит благодарности, майор. Вы только подумайте о том, что я вам сказала». «Я подумаю, мэм, и еще раз благодарю вас. До свидания, майор». «Доброй ночи, мама», — сказала Нора. Голос ее матери догнал нас у двери. «Не задерживайся допоздна, дорогая». Я уловил аромат духов Норы, когда она усаживалась на сиденье. Он вывел меня из себя. Такими духами не душатся, когда идут на деловое свидание. «Куда ехать?» — спросил я. «Лоуэр Ломбард Сити. Я не вынуждаю вас отклониться от вашего маршрута». «Ничуть». Она придвинулась ближе, и я почувствовал, как ее рука легла на мою руку. «Мама говорила обо мне?» «Нет, я в сущности не лгал или фактически говорил правду». «А почему вы спрашиваете?» «Просто так», — небрежно сказала она. «Мы молча проехали несколько кварталов». «Вы ведь на самом деле не должны возвращаться в военный городок к восьми тридцати, не правда ли?» «Нет», — сказал я. «А как насчет вас?» «Вы можете отказаться от вашего свидания». Она покачала головой. «Теперь нет, слишком поздно». Она заколебалась. «Это было бы нечестно. Вы понимаете, не так ли?» «Я все прекрасно понимаю». Она посмотрела на меня. «Это совсем не то», — быстро сказала она. «Я ничего не говорил». Я остановил машину у светофора. От его красного света ее кожа приобрела багровый оттенок. «Что вы сейчас собираетесь делать?» Спросила она. «Не знаю. Поеду в Чайнатаун. Может быть, пропущу стаканчик-другой». «Это полный уход в себя». Загорелся зеленый свет, и я снова тронул машину с места. «Полнейший», — согласился я. Тем не менее, мне пока неизвестен лучший способ забыться. Я почувствовал, как ее рука сжала мою. «Это так ужасно?» «Иногда». Теперь я мог чувствовать ее ноги через китель. «Мне хотелось бы быть мужчиной». «Я рад, что вы женщина». Она повернулась ко мне. «Вы со мной встретитесь позже?» Через рукав я чувствовал твердость ее небольшой груди. В этот миг я понял, что был прав. В ней было все то, что я и думал, и я мог легко заполучить это, но что-то удержало меня. «Думаю, что нет». «Почему?» «Просто так. Я злился на самого себя. Это не важно». «Это важно для меня. Скажите?» Я почувствовал, что мой голос становится раздраженным и грубым. «Я знаю не меньше дюжины мест в этом городе, где я мог бы заполучить это удовольствие, если бы это было все, что я ищу». Она отпустила мою руку и отодвинулась. Я заметил, как в ее глазах неожиданно появились слезы. «Простите меня», — сказал я. «Я так долго был в отъезде, что забыл, как вести себя». «Вам не следует извиняться. Я заслужила это». Она посмотрела в окно. «Поверните здесь. Это в середине соседнего квартала». Я остановил машину у края тротуара. «У вас осталось еще три дня отпуска». «Совершенно верно», — сказал я. «Вы мне позвоните?» «Вряд ли». Я отправлюсь в Ладжолу и займусь там рыбной ловлей. Я могла бы приехать туда. Думаю, что это было бы неблагоразумно. «О, у вас там есть подружка?» Я рассмеялся. «Никакой подружки нет». «Тогда почему?» «Потому что я возвращаюсь на войну», — резко сказал я. «Потому что я не хочу иметь никаких связей. Я не хочу думать ни о чем, только о том, как прожить следующий день. «Я знаю слишком много парней, которые потеряли все свои завтрашние дни, оглядываясь назад». «Вы боитесь». «Вы правы, черт побери, я уже говорил вам об этом». Теперь ее слезы стали настоящими. Они медленно катились по ее щекам. Я положил руку ей на плечо. «Послушайте, это глупо», — мягко сказал я. «Сейчас все перепуталось. Может быть, когда-нибудь, когда закончится война, если я доживу». Она перебила меня. «Но ведь вы сами говорили мне, что трижды не везет никому». «Так примерно считается», — признал я. «Тогда на самом деле вы не верите, что позвоните мне». В ее голосе неожиданно прозвучала печаль. «Кажется, я все время извиняюсь перед вами. Простите меня». Одно мгновение она смотрела на меня, затем вышла из машины. Я не люблю прощальных слов. У меня не было возможности ответить ей, потому что она побежала по ступенькам, не оглядываясь. Я закурил сигарету и сидел в машине, наблюдая за тем, как она звонила в дверь. Спустя секунду из дома вышел человек и проводил ее внутрь. Когда примерно в три часа утра я вернулся в свою гостиницу, под дверью лежала записка. «Пожалуйста, позвоните мне утром, чтобы мы могли продолжить нашу дискуссию». Записка была подписана Сесилия Хейден. Сердито скомкав записку, я бросил ее в мусорную корзину. Утром я поехала в Ладжолу, даже не подумав позвонить ей. Не позже, чем через неделю, я был в пути обратно в Австралию, на войну. Разумеется, я не обманывался и ни на минуту не допускал такой мысли, что пожилая леди бросит все дела и будет дожидаться моего звонка. Были такие дела, которые она не могла отложить. «Миссис Хейден», — сказал Сэм Корвин, входя в комнату, где его ожидала пожилая леди. «Надеюсь, я не заставил вас ждать». «Нисколько, мистер Корвин», — твердо сказала она. «Пожалуйста, садитесь». Он погрузился в кресло и с любопытством посмотрел на нее. С тех пор, как она позвонила ему этим утром, он не переставал спрашивать себя, для чего она хотела его видеть. Она сразу перешла к делу. Нора выдвинута кандидатом на получение премии Эллиофгеймского фонда за лучшее скульптурное произведение. Во взгляде Сэма неожиданно появилось новое уважение. По этому поводу циркулировали разные слухи, однако имена кандидатов сохранялись в строжайшей тайне, особенно потому, что это была первая премия, которая должна была быть вручена с начала войны. «Откуда вы знаете?» — сдержанно спросил он. Даже он не мог получить никакого подтверждения. «Это неважно», — быстро ответила она. «Важно то, что я действительно знаю». «Отлично!» «Я очень рад за Нору. Надеюсь, она получит ее. Она этого заслуживает». «Это именно то, о чем я хотела с вами поговорить. Я хочу быть уверена в том, что она действительно получит ее». Сэм молча уставился на нее. «Иногда деньги могут быть ужасным препятствием», — продолжала миссис Хейден, «особенно в области искусства. Мне бы хотелось убедиться, что богатство моей дочери не окажет негативного влияния на ее шансы». «Я уверен, что не окажет, миссис Хейден, судьи выше вещей такого рода». «Никто не выше предубеждения того или иного рода», — недвусмысленно сказала она. «И в настоящий момент мне кажется, что весь либеральный мир искусств ориентирован на коммунистическую идеологию. Почти все, созданное кем-либо вне этой группы, автоматически отвергается как буржуазное и несущественное». «А вы не слишком упрощаете это?» «Слишком упрощаю», — возразила она, глядя ему прямо в лицо. «Кому вы это говорите? Почти каждая крупная премия в области искусства в течение последних нескольких лет присуждалась художнику, который, если и не является фактически коммунистом, по крайней мере, был тесно с ними связан». Сэму нечего было возразить. Она была очень близка к истине. «Предположим, я согласен с вами. Тем не менее, я пока не вижу, что можно сделать в связи с этим. Элиофгеймский фонд купить невозможно». «Я знаю это. Но мы также оба знаем, что нет никого, кто не был бы подвержен влиянию силе предложений. Судьи всего лишь люди». «Но с чего здесь начать? Ведь потребуется заставить нескольких очень важных людей слушать то, что нам надо». «Я говорила на днях с Биллом Херстом из Сан-Симона», — сказала она. «Он считает, что Нора заслуживает премии. По его мнению, это было бы триумфом американизма». Теперь это стало приобретать смысл. Он должен был сразу понять, откуда к ней поступила информация. «Херст может оказаться полезным. Кто еще?» «Прежде всего, ваш друг, профессор Белл», — сказала она. «Херст также уже говорил с Берти Маккормиком из Чикаго. Он тоже очень заинтересован в этом деле. Должно быть много и других людей, я уверена, если вы сосредоточите свои мысли на этом». «Это потребует больших усилий. Сейчас февраль, поэтому у нас осталось меньше трех месяцев до того, как в мае будут объявлены премии. Но даже тогда у нас не будет полной уверенности». Она взяла со своего стола лист бумаги. «Ваша зарплата в газете составляет около сорока пяти сотен. Кроме того, вы в среднем получаете примерно две тысячи долларов за журнальные статьи и различную литературную смесь». Она посмотрела на него. «Это действительно не очень большие деньги, мистер Корвин, не так ли?» Сэм покачал головой. «Не очень большие, миссис Хейден». «У вас дорогостоящие вкусы, мистер Корвин», продолжала она. «У вас прекрасная квартира. Вы живете хорошо, даже если не всегда по средствам. В течение последних нескольких лет вы ежегодно делали долги в среднем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова